Здравствуйте, уважаемые академики! И снова замечательная история Николая Сладкова о приключениях мальчика Жалейкина. Жалейкин и мыши Развелись в липовые рощи лесные желторотые мыши. Так под ногами и шныряют, так и пищат. Днем и ночью собирают мыши и прячут в своей кладовке опавшие липовые орешки. — Вот мышиная напасть! — возмутился Жалейкин. — Разворуют все орешки и не прорастут в роще новые липки. — Но этому не бывать! Я защищу рощу от жадных мышей! Принялся Жалейкин вылабливать мышей капканчиками, мышеловками и ловчими банками. — Всех вредителей перевел в наши рощи! — похвастался Жалейкин лесоводу. — Вы мне за это должны сказать спасибо! — А кто тебя об этом просил? — просердился лесовод. — Ведь мыши на нас работали. — Они раскладывали в своей кладовке самые отборные орешки, а мы потом их выкапывали и высаживали в рощи, где нам было нужно. — Пришлось лесоводам самим теперь, словно мышам, ползать на четвереньках по земле и собирать по одному орешку. — Хотели они и Жалейкина ползать заставить, да он вовремя убежал. — Что-нибудь, наверное, опять жалеет по-своему. — Продолжение следует.